Я вас приветствую на новом канале. В этом уроке я хочу вам рассказать в таком сервисе как HONTE ASEN. Этот сервис поможет вам вставлять иконки, вашу верстку. И сейчас я хочу вам показать, как его можно подключить. Тут есть несколько методов подключения. Жмем Get Started и как раз я нахожусь на официальном сайте этого инструмента. И я буду делать именно обзор четвертой версии, потому что она сейчас довольно актуальна. Есть пятая, шестая. Также сам он предлагает уже перейти на новую версию, что уже есть 5 и 10 и есть уже дальнейшая шестая. Сейчас сами все увидите. Жмем Нет. Хочу перейти в четвертую. Итак, мы перешли в поле, где можно получить свой SDN по ссылке. Пишем тут свой email, жмем и вам на почту должна прийти ссылка, по которой вы можете подключить этот сервис. Это первый способ. И он сразу же перекидывает вам на шестую версию, потому что они хотят довольно сильно продвигать, но в основном все работает на четвертой. Итак, вернемся обратно. Если вам будет интересно, я могу вам обзор сделать по пятой и шестой. Пишите это все в комментарии. Я дальше буду разрабатывать свои новые видео. Следующий метод это уже будет создание подключения через CSS. Качаем архивчик. Жмем. Идет скачивание. Нажимаем. И тут выбираем папку CSS и выбираем finance admin CSS. И кидаем в папку с проектом, где он должен находиться. У меня в данном случае идет CSS. Как раз она перекинулась. Нам сразу переименовать, скопировать. Переходим уже в среду разработки. Я буду использовать Vision Studio Code. Именно где у вас идут линк, ссылки. Добавим еще одну. И вот так произошло подключение через CSS. Третий этап подключения. Это уже идет через NPM или YARN. Тут уже показывается доскональная информация, как можно это подключить. Это уже идет подключение через терминал. В Vision Studio Code терминал находится тут. Нажмем New Terminal. И как раз вставляем сюда ссылку, которая тут описывается. Get install funds, vans, vans, vans. И как раз идет подключение. В дальнейшем вам надо будет уже в ApplicationOS дописать эти строчки, чтобы у вас уже было в дальнейшем подключение. И он работал на вашем проекте. Это уже остается. Есть у вас Angular, React, Vue. Так же самое. Это уже должно у вас стоять нода. И так же идет подключение. Следующий вариант, которым я часто пользуюсь. И хочу вам показать. И он довольно актуальный. Это заходим на сервис. Bootstrap SDN. Вот как раз ссылку сделал в описании. И именно скопируем в эту стройку. Ctrl-C, Ctrl-V. И сразу же вставляем в ваш проект. Извиняюсь. Надо приписать линк. И тут сюда ставить путь. И сохранить. Как раз 4.7. Отлично. И сейчас покажу, как можно использовать иконки. Переходим обратно в Icons. Просто наводим. Кликаем. И тут видно все иконочки, которые можно подключить. Они разделены по категориям. Выбор огромный. Так что и каждый раз они обновляют дополнительными иконками. Тут иконки отсылать письма. С аэропортом связанные, с транспортом, с людьми, социальные иконки. Так что давайте я покажу любую. Выбираем эту иконку. Копируем. Этот тег. И вставляем. И переходим в браузер. Обновляем. И вот ставленная иконка. Довольно все просто и легко. Так же самое вы можете уже работать с самой иконкой, со стилизацией. У меня уже CSS подключены. И например, берем Color. Выберем Roll. Переходим, обновляем. И цвет поменялся. Допустим, у вас будет группа иконок. Допустим, откроем вот эту и вот эту. Сюда вставляем. И следующее будет у нас. Вот эта иконочка. Переходим, обновляем. Ой, это обновил. Индекс обновляем. И вот у нас стало три иконки. Но допустим, мы хотим, чтобы все иконки были красного цвета. Что мы делаем? Мы просто берем Fa. Класс. Тут такой есть основной класс. Fa. И класс идет уже под каждую иконку собственный. Давайте это закомментируем. И выберем Color. Ну давайте берем желтый. Примеженный к желтому. И обновляем. И у нас все иконки становятся желтого цвета. Так же самое можно работать, если хотеть, чтобы у вас одна была иконка красного цвета. И пускай будет red. И вот у вас одна иконка красного цвета. Так что это довольно все просто делается через CSS. И давайте создадим такую неплохую задачу. Вы довольно часто видели, что когда заходим в какой-то сервис, там идут ссылки на инстаграм, на фейсбук, на ютуб. И вы кликайте на них и переходите уже на другой сервис. И сейчас покажу, как там можно все воплотить. Давайте создадим 3ТГА. Так, и тут можно будет почистить это все. Пока в них ничего нет, они пустые. И давайте будет первая иконка у нас Facebook. Так, фейсбук. Выберем вот эту иконку. Убираем, вставляем. И вставляем ее именно вот сюда. Дровая. Смотрим, что у нас получилось. Вот у нас иконка Facebook. Отлично. Следующая иконка у нас будет Инстаграма. Так, это я закрою, это уже не надо. Ссылка будет все равно в описании. Вот у нас есть иконка Инстаграм. И следующая пусть иконка у нас будет уже YouTube. И давайте выберем. Вот такой вот. Переходим, обновляем. Вот у нас появилось 3 иконки. Отлично. И теперь сделаем так, чтобы был именно переход на другую ссылку. Допустим, это мой Facebook. Так что заходите и подписывайтесь. Добавляйтесь в друзья. И тут уже указываем в Craft. Указываем сам путь. Вот следующее у нас идет Инстаграм. Это тоже как раз мой Инстаграм. Тоже подписывайтесь на него. Что буду рад. Ctrl-V. И последнее у нас идет уже идет YouTube. Это как раз мой канал на YouTube. Так что тоже подписывайтесь. Ссылка будет в комментариях. И не трогаем. Теперь обновляем. И допустим, жмем... Сейчас подкрывайте все ссылочки. Жмем Facebook. Перехожу на собственный Facebook. Так что жму Instagram. И я перехожу на собственный Instagram. Можете на него подписываться. Жму на YouTube. И как раз я перехожу на мой канал, который находится на YouTube. Можете тоже подписываться. Ставьте лайки. Смотрите мои видео. Так что я вижу, что тут ничего довольно сложного нет. Я надеюсь, что этот урок был для вас полезен. Так что если у вас какие-то вопросы, пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok